Глава 4. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Глава пятая Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться на гиме. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнь. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не виденьем, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Глава шестая. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служителей Божий в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, Каринфине. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я прииму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Глава седьмая Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 339-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – второе послание апостола Павла к Коринфянам, главы с 4 по 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы изучим «Благую весть», которая содержится в первых десяти стихах 5 главы 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем, и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Апостол Павел описывает здесь два жилища, два дома. Первый – это земной наш дом. Он, как говорит апостол, разрушится. Он, согласно четвертому стиху, является смертным. В нем мы, как говорит шестой стих, удалены от Господа. Второй дом – это небесные наши жилища. Дом этот нерукотворенный, вечный. Он описан словом «жизнь» в четвертом стихе. «Находясь в нем, мы водворяемся у Господа». Итак, есть два жилища, два дома. Вот как об этом апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам в пятнадцатой главе. Сороковой стих. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных». В стихах сорок седьмого по сорок девятый «Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Далее стихи 53 и 54. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Итак, есть два дома, два жилища. Это два тела, тело земное и тело небесное. Первое – тленное, дряхлеющее, разрушающееся, смертное. Второе – нетленное, небесное, бессмертное. Земное тело всем нам хорошо известно. А каково же новое небесное тело? Какова природа этого небесного жилища? Каковы его параметры? Вот что апостол Павел говорит об этом в 3 главе послания филиппийцам в 21 стихе. «Которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все». Наше преображенное тело будет таким же, как прославленное тело Иисуса Христа после его воскресения. И в Священном Писании указаны некоторые свойства этого тела. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи из 36 по 43. «Когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам!». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, сказал им «Есть ли у вас здесь какая пища?». Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Во-первых, очень важно отметить, что это прославленное тело не есть какой-то призрак. Оно осязаемо, к нему можно прикоснуться. Это тело из костей и плоти. Во-вторых, это тело принимает пищу. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, в стихах 19 и 20, свойства прославленного тела Иисуса Христа описаны так. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». У этого тела есть удивительная способность проникать через препятствия. При закрытых дверях Иисус оказался в доме. Итак, мы рассмотрели два тела – земное и небесное. Когда же спасенные обретут свои небесные тела? Возвращаемся к 5 главе 2 послания Коринфянам, где прочитаем первый стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Интересно, что начало этого стиха в иных переводах Священного Писания звучит по-другому. Вот что говорит английский стандартный перевод. «Ибо мы знаем, что если эта палатка, которая есть земной наш дом, уничтожится», подобным же образом звучит перевод российского библейского общества. «Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его нам даст Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах». В этих переводах вместо слова «когда» стоит «если». Не «когда» разрушится, а «если» разрушится. В таком случае речь идет не о времени, а об условии. В оригинале, в греческом языке используется слово «еан», главное значение которого «если», «даже если». Хотя это слово говорит об условии. Итак, отвечая на вопрос о времени получения нашего нового жилища, мы узнаем из 1 стиха 5 главы 2 послания Коринфянам, что получение нового тела обусловлено истреблением старого, но у нас по-прежнему нет ответа на вопрос, когда же это произойдет. Посмотрим потому на 10 стих 5 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Участь каждого человека будет определена на суде. Соответственно, те, кто удостоится нового тела, получат его только после суда». Вот и все, что о времени сказано в 5 главе 2 послания Коринфянам. Обратимся к иным местам трудов апостола Павла, чтобы ответить на наш вопрос о времени. 1 послание Коринфянам, 15 глава, которое, как мы выяснили, уже тоже содержит описание земного и небесного тела, содержит, к счастью, и указание времени обретения этого тела. Прочитаем стихи 35, 36, 42 по 44 и с 51 по 54. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Так и в воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему надлежит облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное поглощена смерть победою». Ответ на вопрос о времени здесь сформулирован очень четко и ясно. Это произойдет при воскресении мертвых, при последней трубе. В послании к филиппийцам, в третьей главе, в стихах 20 и 21, о времени обретения небесного жилища говорится так. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который и уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все. Это произойдет во время второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Что же происходит в промежуток времени между смертью человека и пришествием Иисуса Христа? Вот что говорит 4 стих 5 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Апостол Павел говорит, «Мы не хотим оказаться в бестелесном состоянии, мы не хотим просто оставить свое тело, мы хотим облечься в новое тело, мы хотим, чтобы смертное тело было поглощено новым телом, бессмертным, мы хотим потому, чтобы произошла трансформация нашего тела». Эти же самые слова используются в 54 стихе 15 главы 1 послания Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Произойдет это при втором пришествии Иисуса Христа. Апостол Павел потому не учит о бестелесном существовании между смертью и воскресением. Никто не находится у Господа без тела. Во дворине у Господа. Произойдет в новом теле, во время пришествия Господа. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог приготовил для искупленных чудесное нетленное тело, которое все спасенные обретут в момент второго пришествия Иисуса Христа. Жизнь в раю – это не жизнь теней и призраков. Это полноценная жизнь в теле, которая освобождена от всех последствий греха, приготовленная для вечной радости и счастья. И это благая весть.